Игре «Удача в придачу» от Евроопт более трех лет. За время ее проведения своих обладателей нашли почти 3 миллиона различных призов на общую сумму свыше 28 миллионов долларов. Призы 121-го тура разыграли во вторник, и уже сегодня в столице состоялась церемония награждения победителей. Наша съемочная группа поздравила счастливчиков. На новость о выигрыше 100 тысяч рублей Олег Зеленков из Гродно отреагировал по-мужски издержанно. Ведь не просто осознать, что в один момент становишься обладателем огромной суммы. Через пару часов в гости в общежитие, где счастливчик живет с семьей, заглянул в ведущий Виталий Карпанов. Ответ на вопрос, как крупная сумма изменит его жизнь, нашелся сразу. Ждали, что когда-нибудь это случится. Я спорчу шоки, не могу поверить. В общежитии живем с 2010 года, стоим на очереди. На очереди стоите. 7 тысяч там. Какие-то. Четверга ждали с особым нетерпением. Впереди большие и вполне реальные планы. Уже подсчитали, выигрыша хватит на собственную трехкомнатную квартиру. Ощущение счастья. Да. Ощущение того, что наступила белая полоса. И так везет, что просто страшно. Надежды были всегда. И вот у нас была мечта. Теперь можно смело в течение года это просто решить. По итогам 121 тура стало еще на три автомобилиста больше. Менчанин Александр Узгорский не упустил, можно сказать, последний шанс на выигрыш. Игровые коды получил в последний час работы Евроопта. А через два дня стал обладателем нового Джили. В воскресенье вечером по приезду с дачи надо было купить, покушать. И случайно я еще думал, ехать не ехать в магазин. И все же заехал и приобрел продукт и товар удачу. Меня поддерживала моя жена Марта. Она верила, говорила, Саша, ты выигрыш. Да, она надеется. Мы очень рады. Выигрыш автомобиля порадовал всю семью Зою Павлинкович из города Круглое. Услышала звонок и сразу поняла, что стала обладательницей крупного приза. В планах поездка на море с внучками. Радовались все. Невестка и я. Соседка пробежала, узнала тоже. Короче, все очень радовались. У меня был день рождения, юбилей. Мне было 55 лет. Ну и периодически были гости. Ну и я покупала. Аминчанке Елене Князевой Фортуна уже не раз улыбалась. Выигрывала и небольшие призы, и даже 100 рублей. На более крупный выигрыш не рассчитывала. В этот вторник комфортные покупки в Гипермоле принесли и новый внедорожник. Было какое-то состояние, наверное, шока. Все вокруг прыгали, радовались. Дети, муж. Я, наверное, буду водить. Муж, наверное, будет водить. У нас оба есть права. Ну, сын тоже выказывал желание пойти на права теперь. Не знаю, не знаю. У каждого свой путь к большой удаче. Кого-то она находит с первых туров, кто-то выигрывает мелкие призы. Лишь спустя время ему везет по-крупному. А некоторым Фортуна улыбается, когда они и вовсе перестают надеяться на выигрыш. Главное, что объединяет этих людей, выигрывает тот, кто играет. В разгаре 122-й тур удачи в придачу. 18 июня своих обладателей найдет крупная сумма в 100 тысяч рублей, три внедорожника и более 12 тысяч денежных призов. Алексей Кряквин, Яна Лазовик. Наши новости ОНТ.